Полсотни больших автобусов будут курсировать в городе в начале следующего года. Сегодня об этом сообщил мэр Наиль Магдеев в ходе прямого эфира проекта Татарстан Онлайн. Так на маршруты выйдут уже знакомые челнинцам белые мазы, а также автобусы, которые город намерен получить в результате договоренностей с московскими компаниями. Перемены коснутся в новом году и транспорта на рельсах. Подробности в первом сюжете выпуска. На сегодня в городе работают более 400 автобусов малой вместимости. И чтобы решить проблему нехватки транспорта для маломобильных групп населения, челнам нужно около 90 больших автобусов. Три белых мазы уже куплены, еще 10 прибудут в город до конца этого года. И это не все. Плюс мы работаем с московскими компаниями. В январе-феврале появится дополнительно 40 автобусов большого вместимости. Значит, я думаю, эту проблему в первом квартале, в первом полугодии 2021 года полностью мы снимем. После решения вопроса автобусного город планирует заняться трамвайным. Так, к 2023 году трамваи должны курсировать в 62-м, 63-м, 65-м микрорайонах. А еще чуть позже откроются линии по улицам Королевой и Беляева и проспекту Чулман. Это будут второй и третий этапы. А начнут развивать трамвайную сеть в городе с поселка Замеликесье. Так уже сейчас ведутся проектировочные работы. Первый этап начнется летом. А первый трамвай прибудет в Замеликесье уже в 2022 году, уверил сегодня мэр. Пути длиной в 16 километров закольцуют поселки ГЭС и Зябь. Местные жители ждут появления более вместительного транспорта с нетерпением. Очень жалко мамочек, которые никак не могут выехать на ГЭС, хотя вот, пожалуйста, буквально два шага до ГЭС. Очень нужно трамваи или автобусы те большие, которые вроде бы как обещали, их не стало. Население прибывает, поэтому растет город. Туда же второй город растет. Я считаю, что нужны. Также мэр Наиль Магдеев анонсировал появление в ближайшие годы ледового дворца в Замеликесье, о котором шла речь еще в июне 2019-го. Под него уже выделено три гектара земли вблизи будущей школы. Виктория Евсеева, Раде Ганеев, Челны, 24.